Даже те, кому не нравится запах корицы, будут в восторге от этой выпечки. Воздушные, тающие во рту, простые в приготовлении и такие вкусные булочки, которыми можно наслаждаться бесконечно. Самый простой способ сделать будничный день праздничным и спечь вкусную выпечку, сделать это можно за 2 часа, подготовив дрожжевое тесто, начинку из сливочного масла, сахара и корицы. Вы можете придать булочкам любую форму, например, веоложив их сердечком или ушками. Дрожжевое тесто лучше всего оставить подходить в теплом месте, на кухне, в подогретой духовке или около батареи, так оно лучше насытится воздухом. Ниже вы узнаете, как приготовить булочки с корицей, простые и вкусные. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Теплое молоко смешайте с сахаром, дрожжами и 3 столовые ложками муки, оставьте в теплом месте на 10-15 минут, добавьте яйца, растопленное и остывшее сливочное масло и перемешайте. 2. Добавьте просеянную муку и ложкой вымесите тесто, переложите массу на присыпанную мука и поверхность и замесите мягкое тесто, переложите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. 3. Для начинки смешайте корицу, сахар и ванильный сахар, тесто обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 см. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом, посыпьте начинкой из корицы и сверните в рулет. 4. Разрежьте рулет на круги толщиной 1,5 см. Выложите булочки на смазанный сливочным маслом противень и оставьте на 20 минут, смажьте булочки взболтанным желтком. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут, готовые булочки накройте полотенцем, приятного аппетита! 5. Вкуснее тем, кто подпишется! Вот из чего готовим блюда! 530 г. Дрожжи сухие 10 г. Сахар 205 г. 75 г. в тесто 130 г. в начинку. 6. Масло сливочное 110 г. 60 г. в тесто 50 г. в начинку. 7. Корица 20 г. Молоко 200 мл. 8. Яйцо 2 штуки. 8. Ванильный сахар 15 г. 9. Желток 1 штука для смазывания. 9. Количество порций 5. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До свидания!